Кирилл Жилин представляет Обзор подготовлен специально для онлайн-журнала Brain Ant Нет никаких сомнений, что этот год выдастся урожайным на громкие игровые релизы. Это касается как новичков в индустрии, так и продолжения культовых серий. Особо стоит отметить представителей жанра экшен-адвенчур. Именно приключенческие игры с видом от третьего лица собираются совершить небольшую революцию, выжав все соки из нового поколения игровых консолей. Здесь стоит упомянуть и столь ожидаемого Ведьмака, и новые приключения незабвенной Лары Крофт, и, конечно же, Нейтана Дрейка, главного героя серии Uncharted. О Геральде мы уже не раз вам рассказывали, возмужавшую Ларочку давайте оставим на потом, а вот на консольном эксклюзиве от студии Naughty Dog's давайте остановимся поподробней. Тем более, что к выходу готовится киноадаптация вселенной Uncharted, работу над которой доверили Сэту Гордону и Дэвиду Кугенхайму. Его действие должно развернуться в различных уголках света, а на экраны картину планируют выпустить 10 июня 2016 года. Но давайте уже перейдем к самой игре, ей ведь тоже есть чем похвастаться. Итак, для тех, кто не знаком с серией, краткая справка. Первое знакомство с Нейтаном Дрейком, потомком знаменитого пирата Фрэнзиса Дрейка, произошло в 2007 году. С тех пор вышло целых пять игр, повествующих о захватывающих приключениях Искателя Сокровищ. И все они были эксклюзивами для консоли от Sony, не станет исключением и новая игра серии с подзаголовком Asives End. Но и отличий в ней тоже будет предостаточно. Начнем с команды разработчиков. Неприятным известием стала новость о том, что сценарист Эми Хэнинг покинула проект, и теперь занимается игрой по вселенной Star Wars от Visceral Games. На смену вею руля стали геймдизайнеры Uncharted 2 и The Last of Us, Нил Дракман и Брюс Стрелли. Впрочем, некоторые такому повороту событий даже рады. Учитывая то, что сценарий был не самой сильной стороной серии, пока еще рано говорить, пойдет ли это на пользу или во вред. А вот переход на новое поколение игровых консолей — это несомненный плюс. Игра заметно похорошела, и теперь щеголяет роскошной детализацией и небывалой кинематографичностью. Дрейк обучился новым трюкам и не брезгует использовать их при первой удобной возможности. Будем надеяться, что времени для оптимизации движка было достаточно, и знаменитый Дрэк Фейс остался в прошлом. Изменения коснулись и сюжета. Он стал несколько мрачнее и серьезней. Не успел наш искатель к приключению отойти, делая сесть, как в его жизнь врывается старший брат Сэм, считавшийся погибшим. Вместе им предстоит отправиться в очередной квест на поиски сокровищ. И поездочка эта будет отнюдь не из легких. Как заявили сами разработчики, в этом испытании Нейтан столкнется со множеством непростых решений, и в итоге ему придется принести немало жертв ради спасения близких. Во всем этом чувствуется рука создателей The Last of Us, а значит моральный выбор и его влияние на сюжет — это не пустой звук. Так или иначе, нас ждет переосмысление сюжетной линии и характеров героев, что как минимум звучит интригующе. Тем же, кто решит проходить игру в оригинальной озвучке, заготовлен еще один приятный сюрприз. В роли Сэма выступит Трой Бейкер, голосом которого говорит Букер Дэвид в Биошоке, Джокер в Бэтмен Ориджинс, Пейган Мин, Талион и многие другие. Самого Дрейка пригласили озвучить Тона Сташвика, более известного своими ролями в кино и телесериалах. Однако он выбыл из проектов вслед за Эми Хэннинг, а вот музыкальным сопровождением точно займется Генри Джекман, уже отметившийся работами над фильмами Люди X Первый Класс, Капитан Америка и Город Героев. Так что и в этом плане стоит ожидать действительно качественную работу. В итоге нам обещают значительно переделанную игру, в которой студия, разработчик и издатели вложили немало усилий. Обновленный Uncharted 4 может стать как новой главой в истории, открывающей широкий простор для последующих продолжений, так и финальной точкой. Если нас в очередной раз не разочаруют, то восхитительные часы, проведенные на африканском континенте, нам гарантированы. Давайте откинем сомнения и будем просто ждать, благо игра анонсирована к выходу в этом году, и переносов пока не планируется. Вот и всё на сегодня. Ваше мнение об игре оставляйте в комментариях. Также не забывайте писать, о каких проектах вам интересно было бы узнать поподробней. Ну а мы постараемся держать вас в курсе последних событий. Не забывайте оценить видео и подписаться на канал, чтобы не пропустить следующий выпуск. А ведь он уже не за горами. Всем пока!